Здравствуйте! Вы смотрите видеоновости газеты Нюрнбега Цайтунг. Кто хочет поехать в августе поездом с Нюрнберга в Бамберг, должен набраться терпения, так как с Нюрнберга пассажирам приходится следовать дальше автобусом, а это значит быть дольше в пути. Причиной этому неудобству стали строительные работы железнодорожной компании Deutsche Bahn. В период летних школьных каникул Deutsche Bahn занимается расширением своей сети дорог, которая нужна для линии электричек в скором будущем, ходящих по маршруту Нюрнберг-Форхайм-Бамберг. Строительные работы специально были начаты в период каникул, так как многие из железнодорожных пассажиров уезжают с семьей в отпуск. Тем не менее, Deutsche Bahn придется ежедневно представить на замену поездов автобусы для 22 тысяч человек. Строительные работы должны закончиться к началу нового учебного года, то есть к 14 сентября. Придирки, глупые комментарии, а то и размах кулаками. В подземном переходе у Нюрнбергского железнодорожного вокзала, так называемом, Кёнигского пассажа, случается всякое. По этой причине полиция города расширяет контроль над территорией с помощью дополнительных видеокамер. С 3 августа помогать наблюдать за многолюдным местом будут уже не 2, а 6 видеокамер. Полиция прибегает к этой мере, чтобы повысить у граждан чувство, что Кёнигского пассажа – безопасное место. Кроме того, камеры зачастую помогают в расследовании преступлений. Все, что снимается на камеру, синхронно просматривают полицейские в центральном полицейском участке. В случае необходимости они могут немедленно послать своих коллег на место происшествия. Кстати, на присутствие камер обращают внимание специальные таблички. На них написано «Ди забирайхвэцзу и рази яхайт видеоюбавахт». Как я сообщала в прошлом выпуске новостей, планы перестройки городской библиотеки в Нюрнберге стали камнем преткновения для Горсовета и Общества защиты памятников архитектуры Альтштадтфройнде. Комитет по строительным вопросам городского совета расставил теперь все точки над «и». А именно, стройка не будет переложена на позже. Все работы начнутся еще в августе. Но по запросу партии ХСС будет проведен информационный вечер о изменениях фасада библиотеки с западной стороны, которые еще могут быть приняты во внимание. А теперь в конце передачи, как всегда, мое предложение, чем бы вы могли заняться в наступающие выходные. В этот раз оно займет достаточно много времени, но я думаю, вы поймете, почему это для меня так важно. Я советую вам посетить фестиваль, который, я надеюсь, будет успешным и интересным. Ведь фестиваль «Грэнсенлёс» по-русски без границ будет посвящен Харькову, городу по-братему Нюрнберга в Украине, то есть в стране, в которой я провела все свое детство. В субботу и воскресенье посетители фестиваля ждет обширная культурная программа в музее «Тухошлос» в Нюрнберге с украинскими музыкантами и художниками, русским театром «Нюрнберг», литературными чтениями, обширной программой для детей и многим другим. Фестиваль пройдет в субботу с 18 до 23 часов и в воскресенье с 13 до 21 часа. Вход на фестиваль свободный. Кстати, у вас будет также возможность познакомиться со мной и подискутировать о том, как должны развиваться по-братимски отношения между Нюрнбергом и Харьковом. Возможность это будет у вас в воскресенье в 15 часов в зале Херсфогельсаль. Я еще раз вам повторю, где пройдет фестиваль и какой адрес музея. То есть фестиваль состоится в Тухошлос, музее города Нюрнберга, по адресу хершельгассе 9. Кто посетит фестиваль, будет наверняка также восхищен и великолепным садом из времен Возрождения, в котором и состоится большая часть программы. Я надеюсь, на встречу с вами в следующие выходные у нас в Нюрнберге в музее Тухошлос. На сегодня я прощаюсь с вами. Более подробную информацию о Нюрнберге и регионе вы найдете, как всегда, на страницах нашей газеты или в портале по адресу www.nz-online.de И будьте со мной в следующую среду, когда выйдет новый выпуск видео новостей. Всего вам хорошего. До следующей встречи. Продолжение следует...